В судебной практике России зафиксированы неоднократные случаи, когда военнослужащие избегают из воинских частей в период мобилизации по несколько раз. Так, военный суд Томского гарнизона присудил 7 лет колонии военнослужащему, который самовольно покинул часть. Мобилизованный, по данным суда, дважды оставлял часть за 9 месяцев службы. Сначала в декабре 2022 года, но его нашли и вернули в часть, а затем в марте 2023. Как указано на сайте суда, с целью отдохнуть от исполнения служебных обязанностей. Ка признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частями 3.1 и 5 статьи 337 Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании которых ему по совокупности преступлений окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Из сообщения на сайте Томского гарнизонного военного суда. В настоящее время узниками Кремля являются более полутысячи политических заключенных, включая Алексея Навального, Илью Яшина и Алексея Гориного. Россияне, которые выехали за пределы страны с помощью Letters of Freedom, пишут им письма. Всех адресатов организации разделили на три категории – сидящие по политическим, антивоенным делам и люди, которые подвергаются давлению со стороны ФСИН. Последних стало очень много, говорят в организации. Например, июнь выделился достаточно сильно, я бы должен называть «черный июнь», потому что, во-первых, впервые спецприемники убили антивоенного активиста в Ростове-на-Дону, Березикова Анатолия. То есть его привлекали по антивоенным делам, суд ему выписал сутки, но потом оказалось, что ФСБ пытались открутить его на какую-то более серьезную уголовную статью, он подвигался пыткам. И потом, якобы, совершил самоубийство в спецприемнике. Поэтому надо заметить, что спецприемник – это не система ФСИН, то есть это МВД. То есть хотели 37-й год, получили 2037-й мужчина. Неугодных российские власти признают иноагентами, лишают прав, травят, отправляют в тюрьмы. Вместе с преследуемыми нормальной жизни лишаются и их близкие. Они переживают обыски, стоят в многочасовых очередях, чтобы отправить передачу в СИЗО. И все время ждут, когда смогут увидеть родных хотя бы на несколько минут, пишет издание «Северреалии». Муж политика Лилии Чанышевой, соратницы оппозиционера Алексея Навального, которую обвинили в экстремизме и приговорили к 7,5 годам колонии, рассказывает, как проходит его день. С утра встать, написать через ФСИН письмо. Письмо идет до СИЗО три дня. Потом цензор смотрит день-два, передает Лилии. Она отвечает и снова письмо идет три дня. То есть письмо идет с ответом 7-10 дней. И чтобы получать письма чаще, нужно писать хотя бы раз в два дня. Потом через ФСИН окно поймать очередь на передачу продуктов. Доставка продуктов должна быть не меньше одного раза в неделю, а лучше два. После этого сходить на работу, поработать несколько часов. Потом купить продуктов для Лилии, поискать лекарства. Алмаз Гатин, муж Лилии Чанышевой, в интервью изданию «Северреалии». В Москве запосты в соцсетях с критикой войны Западный окружной военный суд приговорил блогера Руслана Ушакова к 8 годам лишения свободы. На заседании суда 22 июня Ушаков заявлял о пытках током при задержании. В своем последнем слове молодой человек сказал, что цель, которую он преследовал в своем ТГ-канале, это привлечение внимания пользователей к событиям. Его родные категорически не согласны с таким решением. И теперь будут поддерживать других политзаключенных, сообщает ТГ-канал СОТА. Это омерзительно, потому что человек просто шутил, использовал постиронию, черный юмор, гипербол, сарказм. В нашей семье это нормально. Мы с сестрой это все понимаем, потому что мы смотрели там «Южный парк», «Гриффин», «Симпсон». Для нас такое чувство юмора нормальное. И он написал это все в чате, где было там 900 человек. И он написал это в паблике, ничего, даже свою позицию никак не афишировал. Мы думаем, будем ходить еще политзаков, тоже поддерживать других. Ну и Руслан, конечно, тоже. Ну всех вообще. С начала войны в Украине в российском обществе не прекращается обсуждение двух тем – мотивов Кремля и причин того, почему до сих пор не возникло массовое антивоенное протестное движение в России. Российский оппозиционер Андрей Сидельников говорит, что никакого протестного движения на сегодняшний день в федерации нет. Есть лишь единичные проявления неповиновения, которые заканчиваются тюремными сроками. Властям удалось уничтожить гражданское общество, считает эксперт. «Они видят прекрасно показательные процессы, о которых сегодня опять говорят, об этих сроках, совершенно непомерных сроках за, собственно говоря, за проявление своего мнения, не более того. То есть эти люди, которых сажают на долгие годы в тюрьму, они не сделали ничего противозаконного. Боятся группироваться уже, нет гражданского общества, отсутствие институтов привело к тому, что сегодня, в общем-то, власть действительно занимается репрессиями против собственных граждан. Не говоря уже о том, что, развязав войну, убивает украинцев, мирных украинцев в ежедневном режиме, направляя бомбы и шахеды на мирные города». По мнению российского оппозиционера, все методы для борьбы с репрессивной машиной Кремля уже перепробованы. И единственный путь, который может принести результат – это силовой. Субтитры создавал DimaTorzok